Мы сейчас наносим нанокристаллические бесцветные чернила на стекло. Сушим пеном. Еще один слой. Сушим. Почему мы всем этим сейчас занимаемся? Пеном сушим стекляшку? Потому что петербургские ученые решили устроить революцию в тупографской печати. Ведущий технический вуз России ИТМО. Более 40 научных центров, занимающихся наноматериаловедением. В лаборатории под названием «Растворная химия передовых материалов и технологий» молодые ученые расширяют возможности биомедицины, промышленности. А удивительные бесцветные эко-чернила для цветной печати разработали за полгода. Научное сообщество заинтересовалось. На красочную революцию наших ученых вдохновили мыльные пузыри. Между прочим, но если серьезно, эффект интерференции. У нас происходит взаимодействие света со стенкой пузыря. Из-за того, что у нас существует разница коэффициента преломления воздуха и вот этой мыльной пленочки, у нас свет преломляется, возникает эффект интерференции. То есть волна отражается от передней стенки пузыря, от задней стенки пузыря, и они вычитаются, грубо говоря. И у нас получается цвет. Именно в основу лег этот принцип, и мы решили сделать его не в таком хрупком виде, как в мыльном пузыре, а в виде твердых структур, которые можно спечатать или наносить на какие-либо поверхности. Чернила, по большому счету, состоят из воды и диоксида титана. Кристаллическая форма диоксида титана обладает высоким коэффициентом преломления. Диоксид титана знаменит как белый краситель, но сегодня этот фоточувствительный материал активно используется в разных полимерах. Создатели интерферентных чернил поняли, как можно изменить структуру материала, чтобы свет отражался от его частичек необходимым образом. Здесь как раз идет синтез диоксида титана? Да. А если проще, то его растворение в воде. Вся хитрость в том, что заключается, чтобы получить из аморфного и крупного диоксида титана, получить мелкий и нанокристаллический, который высокий коэффициент преломления, и который умеет собираться на поверхности полимера, пленок и так далее. Мы берем обычный принтер, здесь так называемая термо-инджет печать. В нашем случае вместо тех же черных чернил мы наливаем наши специальные чернила. Мы берем пленку, то есть нам нужна поверхность, которая не впитывает влагу, чтобы могла образовываться тонкая вот эта нанокерамическая пленка на ее поверхности. Сейчас мы ее сушим, вот сейчас мы видим золотой цвет, условно мы получаем упаковку плотную из частичек. В нашем случае цветная картинка получается только за счет того, как мы меняем толщину слоя. Меняя нано-толщину каждой чернильной капельки во время печати, здесь уже создают 10 цветов. Таким образом контролирует рассеиваемый спектр цвета в каждой точке. Но, конечно, при ручном нанесении птичка на фото-выставку не полетит. Это какая ступень вообще в разработке этих чернил? Самая первая, которая говорит нам о том, что это возможно. Вам не кажется, что это дороже, сложнее, чем обычная печатная газета? В обычной газете используются черные чернила. Там обычно содержатся свинец, и они достаточно вредные в производстве. В нашем случае все чернила, они абсолютно, грубо говоря, биосовместимы и безвредны для окружающей среды. За свою историю технология цветной печати претерпела множество изменений. Произойдет ли революционный переход к бесцветному цвету? Посмотрим. Ученые продолжают разработки и думают, кому это нужно. В первую очередь для безопасной печати важной информации. Как только вы сможете напечатать мой портрет, зовите меня еще раз. Хорошо. Пока, птичка.